Отдельная благодарность тем, кто оказывает поддержку каналу через Бусти и Патреон. Они не дооснованы или к кому-то отсылают, а являются прям полноценными копиями настоящих людей, с той же внешностью, именем, родом деятельности и созвучкой от самого человека, перенесённого в игру. Некоторых из них вам будет приятно вспомнить, и о некоторых вы, возможно, узнаете впервые. Играя в GTA IV, каждый хотя бы раз встречал на улицах Либерти Сити мужчину, играющего на саксофоне. И, наверное, вы уже догадываетесь, что это вовсе не вымышленный персонаж. И это верно, ведь перед нами никто иной, как Уолтер Хаузер, отец братьев Сэма и Дэна, сооснователей Rockstar Games. Уолтер является одним из владельцев очень известного джазового заведения в Лондоне, и вроде бы он и сам отчасти музыкант. Он озвучил самого себя в игре, и разумеется, послужил основой для создания соответствующей внешности. Саксофонист играет красивую джазовую музыку, и его даже можно отблагодарить, подойдя поближе и нажав соответствующую клавишу. Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо большое! Субтитры создавал DimaTorzok В рамках данной темы нельзя забыть про Лазло, ведущего на радио и телевидении, которого мы можем услышать во многих частях GTA, начиная с третьей. А непосредственно увидеть его и даже столкнуться с ним в ходе миссии можно в GTA V и GTA Online. Это персонаж с немного придурковатым поведением, также он обожает рок-н-ролл и ухлёстывает за молодыми дамами. Лазло полностью основан на настоящем диджее Лазло Джонти, который лично озвучил своего персонажа и был частью команды Rockstar при создании многих частей Grand Theft Auto. Советую посмотреть о нём отдельное подробное видео на моём канале. Давай! Легче! Легче! Давай! Следующий – Кэт Уильямс, один из стендап-комиков, на выступление которого можно сходить в GTA IV. Его озвучил настоящий Кэт, являющийся действительно известным комиком, а к тому же ещё и актёром. Ну а в игре на него можно посмотреть в заведении Split Sides, где он будет делиться своими впечатлениями о Liberty City и шутливо обыгрывать разные истории. Рикки Джервейс – ещё один стендап-комик из GTA IV, которого также можно посмотреть на досуге с другом, с девушкой или одному, а ещё его, как и предыдущего артиста, можно увидеть на ТВ на канале Уизл. Причём их выступления по телевизору уникальны и не повторяются в самом заведении, которое может посетить Нико. Этого персонажа озвучил сам Рикки – британский комик, актёр, писатель и прочее-прочее. Вообще, это очень творческая и деятельная личность. В игре его выступления отличаются некоторым циничным высмеиванием разных людей. Следующего персонажа знают многие игроки. Это Фил Коллинз, исполнитель классического рока, который своими потрясными песнями завоевал множество наград и стал крайне успешным певцом. В GTA Vice City Stories он как персонаж собирается дать концерт, но из-за нерешённых вопросов с мафией всплывают различные преграды, которые помогает решить главный герой. И в конце концов игроку дают возможность насладиться выступлением Фила, что в дальнейшем можно будет делать множество раз, отдавая за билет целых 6 тысяч долларов. Певец был рад сыграть самого себя, и как он сам поведал, когда к нему поступило такое предложение, у Фила не было никаких сомнений насчёт своего участия. Он подумал, что это было бы круто сказать своим внукам, смотри, это я в видеоигре. Пара любопытных фактов. Фил Коллинз является единственным физическим персонажем в 3D-вселенной GTA, который был полностью скопирован с настоящего человека. А его песни звучат не только в Vice City Stories, но также в GTA 4 и GTA 5, причём в последней его предпочитает слушать один из главных героев, Майкл Де Санта. Что ты хочешь? Джеско Уайт, ведущий радиостанции Rebel Radio в GTA 5 и GTA Online, которого можно обнаружить на северном берегу озера Аламу, искусно танцующем чечётку. Его внешности голос подарил сам Джеско, известный в США народный танцор, которому очень близка культура американской деревни. И, собственно, поэтому в игре он ведёт радиостанцию с кантри-музыкой, а в перерывах между разными композициями можно послушать самого Джеско. Он часто выдаёт бредовые высказывания и сам над ними хохочет, от чего складывается впечатление, что без самогона или каких-то веществ тут не обошлось. Следующий Фрэнки Бойл, третий и последний стендап комик, которого можно застать в заведении Сплит Сайт в дополнении к GTA 4 под названием The Lost and Damned. Он даёт четыре разных выступления, на протяжении которых можно услышать колки и шутки на разные темы. Его озвучил сам комик Фрэнки из Шотландии, родины GTA. Диджей Пол. Человек, который крутит танцевальную музыку на Владивосток FM в дополнении к GTA 4 под названием The Bullet of Gay Tony. В игре его физическое воплощение можно увидеть разве что в задании Boulevard Baby, но в этом случае используется не уникальный облик, срисованный с настоящего человека, а образ обычного NPC. Диджей на радио мало болтает и в основном лишь запускает музыку, а в жизни это английский диджей Пол Мартин, о котором мало что известно, но предполагаю, что это человек на данном фото. Ники, одна из танцовщиц в GTA 5, услугами которой можно воспользоваться была основана на настоящей Нике Дилану, танцовщице и актрисе развратного кино. Она дала озвучку своему персонажу и повлияла на её внешность, и разумеется, они совпадают в области своей деятельности. В игре она живёт совсем рядом с Гроу Стрит, и если добиться симпатии Ники, то в ночное время можно устраивать с ней горячий кофе в домашней обстановке. А после она будет присылать главному герою свои снимки. Бас Рутон Бас Рутон – один из двух ведущих передачи «Мужской туалет» по телевидению в GTA 4 и «The Ballot of Gay Tony». Это игровая копия Себастьяна Баса Рутона, известного нидерландского бойца и чемпиона смешанных единоборств, занесённого в зал славы UFC. Он озвучил сам себя и подарил своему персонажу внешность, и более того, как он сам поведал, при создании игры его попросили помочь с захватом движения боевых приёмов для главного героя – Нико Беллика, и в течение двух часов он демонстрировал крутые приёмы, которыми в Rockstar остались довольны. В передаче он ведёт себя достаточно грубо, не блещет умом и постоянно применяет свои боевые навыки, короче, изображает стереотипного качка. Также предлагает зрителям заказать у него книгу с советами, и оказывается, в жизни он действительно выпускал собственную книгу. Несмотря на то, что десятка персонажей подошла к концу, это не единственные случаи, когда в GTA какой-либо человек изображал самого себя. Сейчас мы рассмотрели персонажей, которые физически присутствуют в одиночных частях серии, но есть ещё куча ведущих радиостанций, которых озвучили настоящие диджеи и артисты, изобразившие самих себя. Например, «Holio G» из Radio Los Santos в GTA San Andreas, или «Cazinet» на станции V-Rock в GTA Vice City Stories. А если говорить про четвёртую и пятую части, то там вообще чуть ли не каждый радиоведущий — это настоящая личность. Вспомнить хотя бы ту же украинскую певицу Руслану на Владивосток FM, которая не только сыграла своего персонажа, но и отлично подобрала песни для радиостанции. И, конечно же, целую пачку реальных людей можно встретить в GTA Online, от знаменитого Доктора Дре, песни которого мы слышим в GTA San Andreas, и в пятой части, до менее известных диджеев и артистов. Здорово, что Rockstar, несмотря на все юридические тонкости и преграды, иногда допускает в своих играх появление настоящих личностей. Это сделало игровой мир более удивительным и разнообразным, не говоря уже о том, как удачно были подобраны все эти люди. Каждый из них на своём месте отлично показал то, в чём имеет большой опыт в жизни, и когда такой человек закончит карьеру или даже весь свой жизненный путь, часть памяти о нём и его деятельности навсегда останется в видеоигре. Буду рад вашей оценке и отзыву к этому видео, а чтобы узнать больше о мире GTA, советую подписаться на канал и включить все уведомления. На связи был Александр Поляк, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok